В 2013 году под Петербургом будет открыт завод по утилизации медицинских отходов. Об этом сообщил на заседании комиссии по модернизации глава Росатома Сергей Киренко. Завод под Петербургом будет построен по технологии, разработанной отечественными атомщиками, которые позволят не только утилизировать ртузки, содержащие отходы, но и поставлять энергию. Данный проект реализуется в рамках развития радиационно-технологического подразделения Госкорпорации Росатома. Технология пиролизной глинификации. 20-ти процентный выигрыш по сравнению с аналогами не только утилизации, но и выработки электроэнергии. На горно-химическом комбинате завершается реконструкция мокрого хранилища отработанного ядерного топлива. За счет строительства узла примыкания увеличен объем бассейна выдержки, реализован комплекс мер по уплотнению размещения ОЯД. Усиленно сейсмическо-устойчивое здание, смонтированно облегченные кровли, внедрено новое перегрузочное оборудование. Самая главная наша цель по окончании работы при конструкции – это получение лицензии на хранение ОЯД в количестве 8600 тонн. Ядерные отходы в России будет утилизировать национальный оператор, который будет этим заниматься под контролем госкорпорации «Росатом». В Госдуме принят в этом чтении закон об обращении с радиоактивными отходами. В нем предусматривается формирование современной национальной системы, которая будет контролировать переработку этих отходов. Кроме того, в новом законе зафиксировано, что производитель отходов должен отчислять средства на их закоронение. Таким образом, в России впервые появился современный закон, учитывающий все аспекты обращения с РАУ. На Сибирском химкомбинате в рамках программы «Развитие отрасли» прошел семинар по паспортизации инвестиционных проектов. Комбинат представил часть из двух десятков действующих инвестиционных проектов на 2011 год. Задача семинара – помочь специалистам СКК в правильном оформлении инвестпроектов, сформировать единый подход к инвестициям, а также на месте познакомиться с ходом реализации наиболее важных работ. Основная цель – это познакомиться с производством, посмотреть на проекты, которые заявлены в бумаге, посмотреть их живьем, что называется. От вывески до столовой преобразилась крымская здравница прибора строительного завода. В пансионате Рябинка отремонтированы фасады, пляжи, корпуса и административные здания. В первый заезд в Евпатории отдохнули 108 сотрудников прибора строительного завода. Нам нравится, да? Попадаем всегда на хорошую погоду. В прошлом году был прекрасный июнь, и в этом году тоже. Настолько много впечатлений, вот они остаются здесь, конечно, и все время уезжаешь с такой надеждой, что хочется снова вернуться сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok